Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино, о говорите, показываю этого подобного. И сегодня у меня в руках фантастическая книга. Это просто нечто. Вот этот вот альбом, изданный с огромным тщанием, вот здесь вот такой составной переплет, да, ткань, великолепные совершенно иллюстрации, изумительная совершенно полиграфия, да, но не это главное. Как вы уже догадались, по изображению олимпийского мишки речь пойдет о биографии, о жизни и творчестве Виктора Чижикова. Чижиков – живой классик. Это человек, на рисунках которых выросло много поколений, не два, не три, много поколений советских детей и взрослых. Это человек, которому, ну, наверное, советская книжная иллюстрация обязана чуть ли не больше, чем кому-либо. Как говорит Норштейн в своем великолепном, коротеньком предисловии к этой книге, которая начинается с фразы «Что можно ожидать от человека с фамилией Чижиков?» Действительно, что можно ожидать от человека с такой несерьезной фамилией? Вы не представляете себе, что можно ожидать. Это не просто эпоха, да, человек эпоха и человек, который охватил своим творчеством, ну, я не знаю, сколько всего, тут сложно даже говорить. Это тот случай, когда надо достойно показать и творческий путь, и результаты, и, значит, различные перипетии биографии, и сделать это так, чтобы, ну, действительно, форма отражала суть содержания. То есть, вот книга такой изящной, продуманной во всех своих элементах, потрясающий красочный альбом, вот, он отражает то, чему посвятил свою жизнь Чижиков, то есть, чтобы детская книга стала настоящим чудом. И вот здесь мы встретим огромное количество материала, значит, из биографии. Изобразительный ряд книги очень полон. Во-первых, это, конечно, иллюстрации к любимым книгам. Многие из них у нас на память, многие из них у нас, значит, скажем, вот, когда говорят о слухе, говорят на слуху, да, а здесь они как бы у нас все время в зрительной памяти в активной, да. Но обратите внимание на эту вот фотографию рабочего стола. Это всегда страшно интересно, когда рабочий кабинет мастера фотографируют, и когда вот мастерская, можно порассматривать, как-то рождались шедевры. Если вы обратите внимание на эту коробочку с красками, вы увидите, что краски подписаны. Какой цвет в какой, значит, пластиковой кювете находится. Это удивительно, но, оказывается, Виктор Чижиков плохо различает цвета, у него плохое зрение. Глядя на его иллюстрации и рисунки, это невозможно себе представить. Я до сих пор не верю, но это так. Вот, и он, конечно, всю жизнь от этого страдал, но он это преодолел в своем творчестве, не знаю, там, на 101%, да. Но это вот удивительный факт. И такого в его биографии совсем не безобучно, довольно много. Но, как сказала по его воспоминаниям его мама, когда отец вернулся с фронта, и они, вот эти вот первые объятия, вот это вот первое, прошло задыхание чувств нахуйнувших, да. Вот, она сказала, ну вот, все вместе и душа на месте. В этот девиз можно уложить огромное количество эпизодов его биографии. Потому что он всегда стремился, чтобы все его друзья, все его коллеги по цеху, все, с кем он дружил, и чьи коротенькие, но блистательные совершенно в литературном отношении портреты, а там в конце книги есть целый раздел небольшой, да, оставленный в этой книге. Значит, вот эти вот портреты, там Монин, Восин, Калиновский, всех не перечислю, да. Конечно же, они охарактеризованы потрясающе, да. И чувствуется, как сильно он любил этих людей и любит, и как здорово сумел о них рассказать. В книге огромное количество портретных шаржей. И, наверное, такую галерею отечественных художников детской книги, не только детской книги, не найти больше нигде, только у Чижикова. Здесь очень много черновиков и набросков, которые вообще являются полным раритетом, вы их никогда нигде не увидите. Вот, допустим, чудесная авторская открытка, а точнее фототелеграмма. Мы слово-то такое уже позабыли, да, от друзей коллег Виктора Чижикова с 30-летием, 1965 год. Потрясающе смешно, вот она. Значит, да, каждый из них коротким рисунком выросил свое отношение к 30-летию друга. И это очень здорово сделано. И очень узнаваем стиле, конечно, каждого из авторов. Здесь много редких фотографий, много семейных фотографий. О набросках и эскизах я уже сказал. Потрясают некоторые вещи. Допустим, авторская книга Виктора Чижикова «Петя и Потап» здесь представлена раскадровкой. Обычно так говорят о мультфильмах. А он нарисовал полный эскиз книги, каждую страницу. Это вот такая вот здесь на репродукции с почтовую марочку картинка. Я ее рассмотрел, наверное, полчаса. Это потрясает. Точность штриха, идеальность линии в эскизе, это раскадровка, которая общая контура намечает. Где тексты, сколько его будет и какие фигуры там стоят на фоне какого пейзажа тремя линиями нарисовано. Это невероятно точно сделано. Это уже готовый шедевр. Я уже не говорю про саму книгу. И вот такая безошибочность в каждом штрихе существует в очень многих работах. Это действительно гениально. И у меня нет никаких слов, чтобы это описать и свои чувства правильно выразить. Но я преклоняюсь перед такими вещами. А вот мой любимый Мурзилка, например. Вот, пожалуйста. Обложка номера, приуроченная к 80-летию журнала. Журнал уже 90 лет скоро. Да, Чижиков там для Мурзилки много поработал. Вот прекрасная разрезная азбука. Очень простенькая здесь. Простые слова подобраны под каждую букву. Но как это нарисовано? Как это действительно изящно сделано в каждой детали. Вообще, конечно, жизнь была полна всяких, я бы сказал, не очень хороших событий. Потому что, ну, это, конечно, нищета советской жизни. Она во многом, даже по этим, в общем-то, таким достаточно счастливым мемуаром видна. Это, конечно, страшное натоптание по поводу советской чиновники, да, которые ничуть не лучше российских и не хуже, да, они, в общем-то, всегда одинаковые. Это цензура, через которую приходилось продавливать самые невинные вещи. Это все. Там есть прекрасный эскиз, не могу я вам сейчас его показать на ходу, но есть прекрасный эскиз, это вид из окна редакции, да. Господи, слезы текут по щекам, когда ты смотришь. Такой вид, да. Там не хватает только унылых фигурок, этих шахтеров из Боринажа, да. Помните, как на набросках Ван Гога, вот этих вот сгорбленных, идущих такие. Это, в общем, да и многие другие тоже шаржи, эскизы бы дают довольно такой быт, да, тоже ванглоговские едыки картофеля. Это действительно все было, но оно все послужило материалу к этим невероятным, волшебным, полным цвета и лукавства, полным невероятной доброты. Никогда в жизни не забуду разбойника из Бармалея, да, у которого под подушкой, значит, лежит не только пистолет, но и номер журнала веселой картинки, да. Значит, такой, в тайне, видимо, не такой он будет. Это невероятно потрясающе добрые вещи. Доброта в каждой линии, в каждом цветовом пятне, в каждом портрете. Ну и доброта и коты. Коты чижиковские в этой книге представлены изобильно, и они изумительны. Они изумительны, как всегда. Это просто нечто невероятное. Коты таковы, что хочется просто любоваться на них, как на каких-то родных вообще созданий, да. Вот те шаржи, о которых я говорю, да. Значит, всю свою жизнь. Это совершенно потрясающе. Обратите внимание на цветность в этой книге, потому что когда переиздают книги, вышедшие в советское время довольно давно, чаще всего все-таки цвета воспроизводят с оглядкой на время, да. Они поблеклые, они бледноватые, они немножко изменены, да, линия не так четко. Потому что это все уже очень-очень много лет лежало, значит, на не самой качественной бумаге. Вот. Сейчас это все можно бережно, потому что, ну, это шедевр, да, уже все признают. Сейчас это все можно воспроизвести так, как оно того заслуживает. Вот. И, конечно, книга очень красочная, очень яркая из-за этого. Очень здорово. В конце есть большое интервью. Обратите внимание, какой форсец. Он просто прекрасен, на мой взгляд. Он очень здорово характеризует. Он совершенно не похож на обычные чижиковские яркие иллюстрации, да. Но посмотрите, как это все, как это все в тему. Просматривайте. Вот этот альбом, он действительно очень хорошо продуманно сделан. Здесь есть и библиография, и список выставок и достижений, наград и регалий. Есть большое интервью, которое в конце книги с Чижиковым. Есть и о биографии, о творчестве, о коллегах, об учителях, об учениках. Обо всем рассказано, да. И в достаточно небольшом объеме. Это, я считаю, конечно, коллекционная вещь, которую издательство «Красный пароход» сделало для всех ценителей иллюстрации художественного, изобразительного искусства XX века. И в любой библиотеке, конечно, такая книга будет занимать почетное место. Спасибо за внимание. Читайте, наслаждайтесь, рассматривайте. Великий Чижиков, что там говорить.